Если я за целый день прохожу, пусть даже 5 километров, я ловлю тысячу взглядов. Ты должен этим гордиться. Он на тебя обращает внимание. Он умеет себя показать, умеет себя преподнести. Он большой молодец. Я не хочу всю свою жизнь привести в четырех стенах. В моей жизни очень много планов. Она настоящий борец. И она сможет выиграть любую битву в своей жизни, которую она действительно себе запланирует. Нормальный рост человека колеблется от 142 до 182 сантиметров. Таким образом, женщина ниже 140 сантиметров и мужчина ниже 150 считаются людьми с аномально маленьким ростом. Карликовость. Это задержка роста и физического развития, вызванная недостаточным количеством самототропного гормона в организме. Это чрезвычайно редкое заболевание. По разным данным, оно встречается у двух-трех человек из 10 тысяч. Причем представители сильного пола подвержены данному недугу в два раза чаще. Наши герои Елена Сережечкина и Арафат Карабаев не понаслышке знают, как сложно быть маленьким человеком в этом огромном мире. Вторая группа инвалидности, определенные ограничения жизнедеятельности, маленькие возможности и большие достижения. Но обо всем по порядку. Елена Сережечкина еще в детстве заметила, что отличается от других ребят. Родные и близкие убеждали девочку, что причин для опасений и переживаний не имеется, хотя на самом деле просто не хотели расстраивать ее преждевременно. Потом, когда диагноз подтвердился, стало понятно, что карликовый рост – это неизбежность, с которой нашей героине придется смириться. Однако Лена приняла решение, несмотря на свое положение, идти только вперед. Ведь даже самый долгий путь начинается с первого шага. Маленькие шаги к большому будущему. Именно так можно охарактеризовать позицию нашей героини по отношению к своему недугу. И тогда я начала понимать, тогда я начала доставать свою маму. Мама, почему я не такая, как все. И моей маме было тяжело тогда объяснить мне. Она всегда старалась мне это объяснить правильно. И в принципе, благодаря ей я осознаю, что я такой же человек, как все. И хочу спасибо ей сказать. Я нормально к этому отношусь, серьезно. Просто для меня инвалид и инвалид – это такой же человек, только особые потребности. Я себя считаю нормальным человеком. Нормальный человек, к которому окружающие люди зачастую обращаются не иначе, как карлик. Кстати, это довольно обидное слово встречается даже в классической литературе. Карлик – придворный шут. Карлик – цирковой акробат. Но Лена научилась не держать в своем сердце обиду, наколки и фразы и пристальные взгляды. «Я такая же, как все», – уверенно заявляет она. Особые потребности, не более того. И огромное желание полноценной жизни. А ведь если у человека, у сильного человека есть мечта, то никакие преграды не будут помехой. «Я поняла, да, я хочу жить, да, надо жить. Надо не существовать, а жить. И добиваться чего-то. Ну, наверное, первое того, что у меня мелкий рост. Но это я не считаю ограничениями, это я считаю даже плюсом сейчас. На сегодняшний день я добилась того, что я учусь в университете. Это, наверное, самое главное мое достижение. Здравствуйте, садитесь. Садим в аудиторию. Елена выбрала непростую, но весьма интересную, востребованную и нужную профессию. Она учится на психолога. Главная задача этого специалиста – помочь человеку обрести гармонию с самим собой и окружающим миром, выработать механизмы поведения, позволяющие раскрывать и правильно использовать собственные творческие и психологические ресурсы. Я преподаю дисциплину психофизиология, психология стресса. Лену знаю второй год, она студентка уже второго курса. И на протяжении всей учебной деятельности зарекомендовала себя как очень ответственный студент, тянущийся к знаниям, очень трудолюбивая, всегда готовится к всем семинарам, на лекционных занятиях пишет внимательно, задают вопросы. То есть не просто автоматически выполняет какие-то задания. Очень целеустремленная, участвующая во всех мероприятиях, не только учебных, но и внеучебных. То есть на каких-то наших мероприятиях она всегда участница всех выступлений. Высшее образование дает человеку не только необходимый объем специальных знаний в той или иной области науки, техники, искусства, но и другие, не менее важные навыки. В университете студент учится работать с литературой, организовывать поиск необходимых материалов, обрабатывать и анализировать их, искать пути для реализации своих способностей. В нашей стране студенты с особыми потребностями могут получать образование в любом университете наравне с людьми без физических ограничений. Леня, она очень цельная личность, очень такая глубокая личность. Ну, наверное, ей, как любому студенту, немножечко хочется полениться, но она себе этого не позволяет. Психолог – одна из тех профессий, которые становятся частью ее носителя. Этот специалист использует свои профессиональные знания и опыт даже при обычном общении с близкими людьми. Предмет изучения психологии – человеческая душа – неисчерпаем. Древнегреческий философ Аристотель в трактате «О душе» писал, что среди прочих знаний данному исследованию следует отвести одно из первых мест, так как «Оно» – знание о наиболее возвышенном и удивительном. Удивительные перемены произошли и в жизни нашей героини. Она стала более открытой, коммуникабельной, обрела новых друзей. Мы познакомились на подготовительных курсах, когда поступали в наш университет. Общаемся уже около двух лет, может, чуть больше. Она очень неординарная личность, веселая, забавная. Каждый день я узнаю, у нее что-то новое. Иногда некоторые информации меня даже немножко шокируют, но шокируют в хорошем смысле. То есть нет такого, чтобы я там разочаровалась в чем-то или мне что-то не нравилось. Общаться с ней очень весело. Она всегда может помочь чем-то. Она такая боевая девушка. Очень смелая. И вообще она очень хороший человек. С ней очень весело общаться. А вот самая близкая подруга Елены Индира Бакирова прекрасно знает, что приходится преодолевать в жизни людям с ограниченными возможностями. Девушек объединила общая беда. Но, как известно, настоящая дружба приумножает радости и дробит печали. Индира, как никто другой, понимает, что нет благоценнее здоровья. Она стремится жить полноценной жизнью с диагнозом ДЦП. И всячески поддерживает подругу с редким, но коварным заболеванием. Мне кажется, это любой человек хочет поддержки. Потому что ты приходишь, а универ такой большой, и ты такой маленький. Ну, то есть на первый взгляд. Потом ты, конечно, здесь уже как рыба в аквариуме. Но первоначально ощущения такие. Она просто вот, да, она требовательна к себе и к окружающим. Единственное. Но это и поможет очень многого достичь. Как бы то ни было, вот наш недуг, да, он оставляет след. И вот просто в каком смысле преодолевая себя, это чувствовать себя таким же, как все. И как бы жить, радуясь жизни. Вот это самое главное. Кстати, люди с ограниченными возможностями довольно часто выбирают именно эту специальность. Ведь в процессе приобретения определенных навыков они могут решить свои собственные психологические проблемы, избавиться от комплексов, произвести полную переоценку ценностей. Очень часто такие люди, нуждаясь в помощи, им трудно получить ее у психолога без физических недостатков. То есть опять программа равный равному. Только тот, кто это испытывал, только тот может однозначно это понять. При одновлении самых простых вещей, которые для обыкновенного человека не представляют никаких затруднений, показать, что ты такой же, что ты можешь то же самое, что и другие. Что, как бы, с одной стороны, без всяких скидок, а с другой стороны, ты такой же, как и все, и немножко лучше, поскольку тебе еще нужно делать еще какое-то чуть большее физическое усилие, чуть большее психологическое усилие, поскольку немножечко все-таки Лена отличается от других студентов. Она действительно захотела сама обладеть этой профессией. У нее есть все для этого возможности, и, скорее всего, она будет успешным профессионалом. А вот маленький человек с большим сердцем и душой Арафат Карабаев стал успешным профессионалом в иной сфере. Он превратил свой недуг в ресурс, который позволяет реализовывать таланты. С диагнозом «карликовость» и с такой нетривиальной внешностью было несколько вариантов развития ситуации – закрыться в себе и изолироваться от общества, либо, наоборот, всегда быть в центре внимания. Он выбрал второе и ни разу не пожалел о своем решении. Я всегда себя считал планноценным. Особо никогда не комплексовал. Это был простой день, когда я осознал, что я чуть неординарный, и все. Если я за целый день прохожу, пусть даже 5 километров, я ловлю тысячу взглядов. Им интересно, кто это. Смотри, какой интересный человек идет. Ты должен этим гордиться, что на тебя обращают внимание. Если ты сильный духом, то, соответственно, ты тянешься к людям, и ты идешь вперед. Начинаешь идти, начинаешь карабкаться. И Арафат шел вперед, заручившись поддержкой близких людей. Так важно, чтобы кто-то верил в тебя и за маленьким ростом увидел человека с большой буквы. Я его считал полноценным, нормальным человеком. Это не зависит от роста, положения. Самое главное, что он душой хороший человек. Бывало, что он... Да, он говорил, что у него... Что он комплексует, что у него... Что он не такой, что он низкий, что он... Бывало, что, да... У меня такое чувство, что неохота выходить на улицу, что где-то много людей, что смотрят, что что-то как-то говорят. Ну, потом он приходит в себя, что... Да, ну, а что? А что мешает нам выйти погулять, там, с дочкой выйти, или сами куда-то выйти? Он берет себя в руки и идет. Идем, гуляем. Мировая практика показывает, что люди маленького роста довольно часто наделены большой долей творческого таланта. Будь то в музыке, танцах, живописи, художественно-прикладном искусстве. Например, голливудский актер Питер Динклейдж. Очевидное физическое ограничение не помешало ему найти свой путь в жизни. Обаятельный, незаурядный, талантливый. Именно таким он запомнился фанатам сериала «Игра престолов», в котором сыграл эпичного героя Тириона Ланнистера. На сегодняшний день маленький человек снялся более чем в 25 картинах, регулярно принимает участие в развлекательных телешоу. Физический недостаток не помешал актеру удостоиться премии «Золотой глобус» и «Эмми». Мама Питера – учительница музыки. Возможно, именно поэтому и Динклейдж решил соприкоснуться с миром искусства. Кстати, свою супругу он тоже выбрал из творческой среды. Жена Питера – знаменитый режиссер Эрика Шмидт. Несколько лет назад у звездной пары родилась здоровая дочь. Если в дальнейшем у меня будет наследник, мальчик, соответственно, ему может это передаться. Но мне же это нормально отрезалось. Родители мне дали воспитание. Не важно, как выглядит твой отец или кто твои родители, как они выглядят. Важно то, что они тебе дали. Если он тебе дал стимул или, я не знаю, мотивацию, ты идешь вперед. Вот большинство людей, они, когда со мной знакомятся, они, наверное, через минут 15-20 общения, они стараются задать этот вопрос. Вот почему ты такой? Когда они начинают говорить, слушай, а можно тебе вопрос? Ты уже начинаешь понимать, что да. И мы поворачиваешь, если ты хочешь спросить, почему я таким ростом, я тебе скажу, это от природы. Счастливая семья и успешная карьера человеку с этим редким заболеванием и со второй группой инвалидности удалось реализовать себя в этих важных сферах нашей жизни. И, кстати, останавливаться на достигнутом Арафат не собирается. Карликовый рост, безусловно, накладывает определенные ограничения на разные аспекты жизнедеятельности. Однако, по признанию нашего героя, со всеми невзгодами можно справиться, если тебя окружают добрые люди. Поначалу я обратил внимание только на то, что рядом входит маленький человек. А потом уже позже мы с ним стали более близко общаться и лучше друг друга узнали. Но всегда, на самом деле, я отношусь к людям не по внешним каким-то данным, а по-человеческим. Я почувствовал от него очень много позитива. Уже не обращаешь внимания на какие-то недостатки. Я не назову это недостатком. У каждого из нас своя внешность. Я не считаю, что кого-то обделили, кого-то наградили. У всех своя особенность. Моя задача была, главное, не обидеть этого человека. Потому что мне самому было бы неприятно, если бы я нанес ему какую-то душевную травму, скажем так. Инвалиды делятся на два вида. Те, кто заперлись, у себя дома не выходят. И те люди, как Арафат, которые сильны духом. То есть Арафат, он сам по себе очень общительный, позитивный человек. С ним всегда можно поговорить на любую тему. Кстати, во всем мире среди людей с данным физическим недугом немало тех, кто отдал предпочтение именно творческим профессиям. Кто-то может посчитать их обычными шутами на экране. Однако нельзя упускать из внимания тот факт, что для карликов это едва ли не единственная сфера, в которой они по-настоящему востребованы. Владимир Федоров. Российский актер театра и кино с маленьким ростом. Прославился после роли Черномора в фильме «Руслан и Людмила». После принял участие и в других кинолентах. Помимо актерской деятельности, посвятил свою жизнь серьезной профессии физикоядерщика. Является автором более 50 больших научных трудов и изобретений. Семья овец из Румынии также является представителем мира развлекательной индустрии. Отец Самсон вместе со своими детьми гастролировал по странам Европы. Он дал своему коллективу незамысловатое и говорящее название «Труппа лилипутов». Карликовость передалась по наследству семерым из десяти его детей. Артист Виктор Котов сыграл множество ролей в фильмах и сериалах. В основном позиционировал себя как актер комедийного жанра. При росте 1 метр 20 сантиметров завоевал сердца миллионов телезрителей. По мнению друзей Арафата, требуется невероятная сила духа, чтобы изменить отношение к своей болезни. Я вам честно скажу то, что вот когда я с Арафатом вместе, там, допустим, мы идем на улице, я вижу то, что люди на него смотрят и видят то, что человек невысокого роста, и они все начинают на него смотреть с ног до головы. Это мое мнение, то, что он не чувствует дискомфорта. Я то же самое, я не чувствую дискомфорта рядом с ним. Допустим, с ним иду, у меня нет такого, что вот рядом со мной идет маленький человек, и мне стыдно, у меня нет такого. Я с ним иду как с самым обычным своим другом. У него еще не было таких проблем с нами, чтобы у него что-то не получилось из-за роста. Наоборот, его типаж ему помогает во многом, мне кажется. Ему проще общаться с людьми, потому что люди, вот как он, именно характера сильного, они не игнорируют какие-то моменты, взглядов, слов в свой адрес. Они без комплексов, скажем так. Все, что он делает, воспринимается людьми очень адекватно. Он умеет себя показать, умеет себя преподнести. Победить все комплексы, только чтобы не сломаться под их тяжестью. Похоже, Рафат справился с этой непростой задачей. Я люблю свою работу, я бы сказал так. Я ее обожаю, потому что к каждой работе надо относиться очень весело. Мне нравится моя работа. Будущий психолог Елена Сережечкина тоже уверена, что будь то профессия или увлечение непременно должны нравиться и приносить удовольствие. Ее хобби, например, наполняет жизнь яркими красками в прямом и переносном смысле. В принципе, я всегда любила и порисовать, и стены дома всегда были изрисованы. А так, хобби, оно у меня появилось лет в 15. Мне нравится возить кисточкой по бумаге, то есть либо по холсту, смотреть, как цвета переливаются, что будет, экспериментировать краской, пытаться выразить через краски свои эмоции, свои чувства. Как человек развивает творчество, так же и творчество развивает человека. Подтверждение этому – метод арт-терапии. Этот способ психологической коррекции основан на искусстве и творчестве. Арт-терапия является весьма мягким подходом к проблемам современного человека. В ней используется язык цвета, символов и образов вместо привычного вербального языка. Занятия искусством успокаивают, отвлекают от круга надоевших мыслей, расслабляют и одновременно дают возможность сосредоточиться и собрать силы. Изотерапия – одно из направлений арт-терапии. Рисование позволяет человеку ощутить самого себя, выразить мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, развивать эмоции, выражать мечты и надежды. Это не только отражение в сознании окружающей и социальной действительности, но и её моделирование, выражение отношения к ней. Щадящая методика такой практики позволяет успешно использовать изотерапию в работе как со взрослыми, так и с маленькими детьми. Я хочу не студию, я хочу свой центр открыть, где через арт-терапию можно выводить и состояние депрессии, и состояние тревоги, и это будет классно, потому что это очень сейчас в Казахстане развивается и набирает обороты, то есть при помощи красок, при помощи творчества выводится из негатива. «Бросая себе вызов, ты растёшь». Взгляд на жизнь становится жизнеутверждающим. Достичь поставленных целей зачастую нелегко, но это не причина для того, чтобы останавливаться. Никогда не сдавайся, пока не добьёшься победы. Определённо, эти маленькие люди уже одержали в своей жизни не одну большую победу. Карликовый рост не помешал им занять прочное место среди больших людей. Их не пугали большие преграды и преодоления. Сильным духом это человек, который идёт вперёд. Лена – это весёлая, боевая, забавная девчонка. Арафат – маленький человек с большой долей позитива и силой снаружи. Лена – это весёлая, боевая, забавная девчонка. Лена – это весёлая, боевая, забавная девчонка.